Привет! Сегодня мы рассмотрим тему применения производной к исследованию функций. Сначала запомним, что если функция, точнее производная от функции, больше нуля, то функция будет возрастать. Если производная меньше нуля, то функция будет убывать. Посмотрим на задачу, которая у нас здесь представлена. На рисунке изображен график производной функции f от x, определенный на интервале от минус 6 до 6. Не включаем. Найдите промежутки по возрастанию функции. В ответ укажите сумму целых точек, входящих в эти промежутки. Итак, промежутки возрастания функции. Как мы уже с вами увидели, функция возрастает там, где производная больше нуля. Посмотрим. На нашем графике таких промежутков 2. Производная больше нуля от минус 6 до примерно минус 5 и 2. И от 2 до 6 не включаем. Промежутки мы определили. Нам нужна сумма целых точек, входящих в эти промежутки. Посмотрим целые точки. В этот промежуток у нас целые точки не входят, так как минус 6 у нас в график не включена. Посмотрим на втором. Здесь у нас точка 3, точка 4 и точка 5. То есть всего 3 целые точки. Нам нужно найти их сумму. 3 плюс 4 плюс 5 будет 12. То есть в ответ у нас пойдет 12. Посмотрим на вторую задачу. На рисунке изображен уже теперь график функции. Определенные на интервале от минус 6 до 8 не включая. Определите количество целых точек, в которых производная функции положительна. Как мы говорили ранее, производная функции положительна. Тогда функция возрастает. Ну и можно сделать обратное утверждение, что если функция возрастает, то на этом интервале производная будет положительна. Функция возрастает на следующих интервалах. Примерно от минус 3 до 0 и от примерно 4, 2 до 7. То есть вот у нас два интервальчика, на которых функция возрастает. Нам нужно определить количество целых точек. Посмотрим. В первом интервале это минус 2 и минус 1. Эти две точки входят в первый интервал. Следующий это будет 5, 6 и 6. То есть всего у нас раз, два, три, четыре точки. То есть здесь мы уже находим не их сумма, а просто их количество. Ответ мы запишем 4. И третья задача на сегодня. На рисунке изображен график опять производной функции, определенной на интервале от минус 7 до 14. И нам нужно найти количество точек максимума функции. Прошу отметить. Максимума функции. На отрезке от минус 6 до 9. То есть давайте повнимательнее рассмотрим. Функция определена от минус 7 до 14. А ищем мы на отрезке от минус 6. Давайте его с вами отметим сразу. Сразу минус 6 до 9. Сейчас посчитаем. 13, 11, 10. Вот здесь. До 9. То есть не всегда в задачах у нас нужно рассматривать весь график. А только какую-то его часть. Найдите количество точек максимума. У нас точки максимума. Точнее точки, которые могут претендовать на должность максимума. Это точки, в которых производная равна нулю. Такая точка на нашем интервале всего одна. Это точка 7. И нам нужно проверить. Она является максимумом или минимумом функции. Максимумом функции. Точкой максимума функции является точка, в которой функция сначала возрастала, а потом начала убывать. То есть это будет точка максимума. А если функция сначала убывала, а после начала возрастать, то это уже будет называться точка минимума. Так как у нас изображен график производной, мы вспоминаем, что функция возрастает, когда производная положительная, убывает, когда производная отрицательная. И мы смотрим на нашу точку, которую мы выделили. У нас производная сначала до этой точки идет положительная, а после она у нас идет отрицательная. Следом, можно сказать, что эта точка является точкой максимума функции. Поэтому количество таких точек у нас оказалось одна. И в ответ пойдет единичка. Это на сегодня были все задачи. Спасибо за просмотр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!